наши родные уже домой собираются муж уже пошел машину заводить выгонять с ограды повезем их сейчас до этого центра посадим на газели они поедут домой тимофею завтра в школу дать имош он у нас хорошо учится и не пропускает по пустякам кроме как того что болеет варечка все притихло застеснялась а притихло да все уже потихонечку одеваемся мне осталось только курточку одеть и будем выходить на сегодня на улице холодно минус 21 градус а всем привет давно у нас не было видно мы почти неделю не выкладывали видео потому что были сильно заняты в поездках и решение всех своих каких-то проблем по документам какие-то там ну еще то есть в общем где мы раньше жили и снимали квартиру от нашего места находится в одну сторону 250 километров но это в общем количестве то есть это только в одну сторону приблизительно где-то так мы съездили с мужем забрали ребятишек карточки дочина у меня медицинская карта сейчас на руках полноценно а на мальтишек нам выдали серокопии то есть я написала заявление на главного врача и нам выдали серокопии всей карточки которые то есть вся эта история которая есть у нас вообще прививки все посещения что мы болели начались или там медкомиссии то есть все это находится вот здесь отдали полностью ну как бы вот такой вот плюс нам отдали карту профилактических прививок здесь все полностью заполнено вот так выглядит на дипу у меня есть вот такой вот сертификат у меня он тоже есть она я лика и каролина у нас нету вот такой вот он выглядит то есть все прививки которые подчислил все как бы сейчас я так понимаю за место вот такого сертификата дают такую карту но я когда буду в больнице то есть я уточню может быть это профилактическая карта отдельно а сертификат он идет отдельно и нужно его заводить на каждого ребенка отдали мне вот мой родовой сертификат который мы троих детей отдали его это у нас на ярослава тоже такую же как получается стопочку все серокопии все полностью как бы все отдали на руки здесь тоже его карточка прививок все как бы есть по его году рождение вот такой вот открепительный талон написали тут помял уголочек здесь нам врач подписал то есть когда я буду прикрепляться в другую больницу то есть мне нужно это будет все отдать дальше по медицинскому получается мы сделали все все документы мы собрали не переводом ничего то есть это все вот так вот на руки есть муж который получал квартиру мы уже вам показывали видео обзор мы выставили на продажу и у нас делались документы права собственности потому что он ее получал как сирота и наконец-то он стал владельцем этой квартиры получается официально получили мы документы то есть все полностью на руках дальше к нам буквально недавно приходил по электроэнергии снимал показания как выяснилось дальше ну то есть они сняли показания мы видим что долгов никаких нету но спустя несколько дней как узнается о том что как они нам когда сказали что они ходят сюда на почту оплачивают коммунальные услуги по воде по вывозу мусора и по электроэнергии но мы как бы это все делаем через онлайн свет это старая квитанция которую они нам отдавали чтобы тут расчетный счет как было техник 15 по последним когда они съезжали здесь наши показания то есть мы снимали там ноябрь и декабрь получать потому что мы заехали 26 октября мы оплатили это все онлайн поэтому когда по электроэнергии пришли сняли показания как бы все хорошо у соседа через стенку который с нами у него где идет труба воды у него там бежало несколько дней то есть и шло испарение потому что теплотрасса идет и естественно вода как бы испарялась шелка прошло наверное несколько дней мы видим в окно что несколько мужчин находится возле нашего стояка и что-то там делают в общем они там перекрыли воду начали говорить что мы кого-то затапливаем что люди жалуются действительно настолько это уже все остачат тело я думаю что наверно бывшие владельцы этого дома многим насылили раз они вот ну как бы агрессивно так все реагирует потом на соседка которая у них получается у соседей стоит стояк по воде и дальше идет разводка уже получается на нас и она говорит как-то тут буквально недавно в общем делайте отдельно себе воду если у них будет идти вода не будет поливать огород у них как бы хозяйство у нас воды получается не будет она будет очень медленно идти и если они у себя перекрывают воду у нас не будет воды в общем здесь вот такая вот ерунда в общем происходит за воду мы тоже платили здесь куб воды стоит так сейчас я вам скажу здесь куб воды стоит 70 рублей 73 рубля 23 копейки здесь куб воды стоит свет здесь стоит 2 рубля 98 копеек и вывоз мусора 87 рублей на 9 копейки тут юля пошла выносить мусор и ей говорят а вы знаете что нужно оплачивать туда по 100 рублей ну обратитесь к марине потому что ну как бы с оплатой занимается все как бы никто ничего не сказал но естественно потому что мы не приходим никуда мы оплачиваем все через онлайн сбербанк поэтому нам проще и нас ну как бы никто не видит дальше что у нас еще произошло что у нас еще произошло так-то в принципе у нас все живы здоровы слава богу как бы никто не болеет это очень хорошо и это слава богу дома у нас принципе все хорошо единственное что очень много времени занимает поездки потому что мы далеко все документы которые делаются по месту нашей регистрации то есть наша регистрация находится вообще другом районе поэтому чтобы даже съездить за одной какой-то там справочкой или за одним каким-то документом нам нужно сделать очень большой путь на занимает целый день еще я вам сейчас покажу как у нас получилось сало которое мы собили его засаливали в сухом виде то есть со специях я сейчас документы уберу и достану сало и разберу покажу как получилось у вас пушок тут спит подрался недавно у него здесь вот ушко валит разбудила тебя будут обработали ему вот где-то ему кто-то зацепил да спит на улице сегодня очень холодно минус 27 на эту ночь нам передают что у нас вообще будет ну минус 35 а в отдельных у нас северных районах где-то аж до минус 44 а там через приходило помещение на естественно это где-то как бы подальше в северных районах но резко очень похолодание на чувствуется потому что когда мы вчера ездили по документам была грязь я немного вставлю видео дороге то есть песком везде посыпано было минус 4 потом минус 3 естественно вся эта грязь лякоть песок все это летит и просто получается ближе к вечеру началось похолодание сегодня мы никуда как-то не выезжаем потому что гололед но завтра у нас тоже запланирована как бы большая поездка тоже она будет с раннего утра и до позднего вечера про эту новость куда мы ездили и что у нас произошло и какие у нас изменения грядут я вам расскажу чуть чуть позже а сейчас я вам покажу как у нас получилось с салой убрала документы сполоснула руки достала вот кусочек со специями вот так вот он выглядит тут лед конечно все сейчас я порежу и покажу как он получился замерзши правда немного вот так выглядит запах какой у него ароматный вообще прям вот так приблизительно велич вот такой вот у нас получилось сало тяжело конечно режется потому что он замерзши мне неудобно чуть-чуть приходится применять силу сейчас будем кушать с картошечкой и селедочку достану очень вкусно получилось сало мне на больше всего понравилось в рассоле конечно она мягкая но это не знаю настолько она приятно со всеми этими специями готовили моего первый раз таки ну что в сухом большом количестве специи но аромат конечно не описать словами еще хотела вам сказать аж устала резать хотела вам сказать мы заказывали петличку для ну микрофон чтобы вам было удобнее ну как бы нас слушать потому что естественно звук очень далекий тяжело слушать но она до сих пор еще в пути мы отслеживаем посылку и как бы написано что в течение 14 дней она должна уже прийти надеемся что к новому году наконец-то нам придет петличка и мы будем уже нормально записывать видео с хорошим звуком поэтому ой детки уже всего наялись уже практически ничего не едят а если конфеты поставлю все конфет уже не будет поэтому много сладкого моим как бы не разрешаем то есть ну как в меру а то они начинают и по одной по две если сладости не едят потом обедом их не накормить ни ужином не обедом приходится на них немножко так повышать волос ругаться как бы сказать все не увидите ни конфет ни фруктов ничего пока не поедите вот они начинают потом в этой тарелке ковыряться естественно аппетит перебьют потом какой им там суп или пюре или мясо у нее ничего я реку нас как бы все хорошо кушает а вот дима у нас начинает ковыряться он любитель у нас кашки молочные я реку нас вообще никакие каши не ест он только мясо сосиски там картошечка жареное пюре вот это он любит супчики больше он любит один у нас ну пирожка он хорошо как бы кушать а остальное это у нас у так тут либо будет сидеть жевать еле-еле и потом ты можешь лишь все ладно иди давай я тебе кашу сделаю вот так что у нас еще такого что у нас еще интересного все голове перемешалось я ставлю в начале видео мы провожали мужа сестру с племянниками они уехали получается но хоть не холодно совсем было мы проводили так как учеба на новый год они обещали к нам приехать сейчас тимоша ну как бы закончить четверть и выставят годовые оценки и надеюсь к новому году они к нам приедут и детишкам будет весело как бы мы к новому году готовы единственное что мы они покупали еще салют но возможно мы его купим хоть какой-нибудь не такой как бы средний чтобы запустить как бы салют ну как мы стараемся каждый год покупать а да еще хотела сказать нам позвонили с администрации нам положен один подарок по месту регистрации и еще два подарка так как мы многодетная семья это уже я так понимаю с областной администрации как-то ну откуда-то там должны привезти в общем скорее всего в понедельник во вторник начнут выдавать и мы получим посмотрим какие подарки два подарка получается потому что дети категории с 3 до 12 лет у нас только двое попадают от ярослав и димы королюшечка у нас еще маленькая вот два подарка и от администрации один то есть три подарка плюс но вы еще своим детям покупали поэтому конфет у них будет конечно вдовы надолго я с вами не прощаюсь желаю вам всего самого наилучшего перед праздничным новым годом то есть все готовятся делают любимым дорогим подарки близким людям друзьям знакомым все в преддверии нового года и вот уже новый год уже почти на пороге стоит осталось совсем чуть-чуть желаю вам самое главное это здоровье счастья любви понимания всего самого наилучшего вам и вашим близким спасибо что вы с нами нас поддерживаете смотрите остаетесь с нами желаете нам всего самого хорошего все добро которое вы нам желаете и мы вам это же добро желаем всем спасибо до новых встреч пока пока